Четвертый международный фестиваль имени Мстислава Ростроповича – событие для Оренбуржья знаковое. За несколько фестивальных дней ценители высокого искусства успевают насладиться постановками с участием ведущих отечественных и зарубежных артистов. Прежде всего, наследие великого Ростроповича – это музыканты, экстраклассы, это исполнители с мировыми именами. В фестивальной программе найдется место и выступлением оренбургских артистов. Это рождает уже некую традицию и дает толчок развития оренбургскому музыкальному искусству, классическому. Наверное, в этом главная цель любого фестиваля, особенно международного, чтобы появлялись, чтобы были ростки здесь, в месте проведения. В этом году фестиваль посвящен 90-летию со дня рождения Галины Вишневской. Именно поэтому открывают фестиваль солисты и оркестр, созданного легендарной исполнительницей Центра оперного пения. К сожалению, попасть на это зрелищное событие смогли далеко не все желающие. Так как театр у нас не имеет своей оркестровой ямы, мы вынуждены снимать первые три в партере ряда, и поэтому вместо 429 спектакль будет смотреть всего 380 человек. Однако для дирижера из Италии Марко Боэми отсутствие оркестровой ямы стало скорее не сложностью, а интересным экспериментом. Конечно, отсутствие оркестровой ямы – это определенный вызов, но я люблю трудности. И это будет первый случай в моей жизни, когда я буду дирижировать фактически в зрительном зале, когда первый ряд будет у меня за спиной, потому что обычно видно максимум макушку дирижера откуда-то из ямы. Опять-таки, небольшая сложность и вызов найти баланс между силой и громкостью оркестра и пением солистов, поскольку все это находится буквально в зрительском зале. В день открытия фестиваля имени Мстислава Ростроповича оренбуржцы увидели оперу Джузеппе Верди «Регалетта». Насладиться классикой оренбуржцы смогут в течение трех дней. Торжественное закрытие 4-го международного фестиваля имени Мстислава Ростроповича состоится 2 декабря.